Меня зовут Елена, я житель города Мариуполь. До 9 мая у нас был очень тихий и спокойный городок. События 9 мая немножко изменили жизнь в городе, немножко кардинально люди изменились в корне, не доверяют тогдашнему временному правительству, не доверяли, озлобились против него. Ну и как бы сейчас немножко жизнь налаживается, наш портовый тихий и спокойный городок, и кстати еще и промышленный город, очень развитая инфраструктура, но он был у нас спокойный. После событий 9 мая у нас люди изменились. Можете коротко рассказать, что произошло 9 мая? 9 мая произошли события, были расстреляны, говорят, что возможно даже до 200 жителей, мирных жителей. Информация это не подтвержденная, я не могу сказать, что это на самом деле так, но по официальным данным сказали, что 8 или 7 человек милиционеров и представителей так называемых сепаратистов, как называют здесь представители ДНР, но как бы у нас таких сведений нет. Были мирные жители, которые не давали подходить бронетранспортерам к милиции нашего города. По всем источникам, которые мы знаем, тут произошли такие события. В общем, начальник нашего городского отдела милиции приказал разогнать мирную демонстрацию по поводу 9 мая своим сотрудникам. Они отказались. Он прострелил одному милиционеру ногу, закрылся в своем кабинете, вызвал национальную гвардию. И Национальная гвардия разгромила, можно сказать, наш отдел милиции, бронетранспортеров. Люди пытались не подпускать национальные бронетранспортеры. Ну и так сложилось, что наш город как бы сплотился, можно сказать, даже и сплотился после этих событий. Очень агрессивен стал на временное правительство, который исказил факты и в прессе. Вообще информация поступала совершенно противоположно, что происходило здесь. Ну, в общем, можно сказать, 9 мая 2014 года как бы изменил наш город. Ну, если, допустим, предположить, что все события, которые происходят, вообще не только в Мариуполе, а вообще в стране, это путь в ассоциацию, можно сказать, задать вопрос. Или в таможенный союз. Здесь, получается, все проблемы завязались из-за того, что отказались вступать, вернее, не вступать в таможенный союз, повернули, Янукович повернул в сторону России и приостановил подписание ассоциации, ассоциативного члена в Европе. Ну и вот получилось, что западная часть Украины была против, восточная часть, которая завязана промышленность в основном на Россию, естественно, она не поддерживала это. Хотя в цивилизованном мире, я думаю, что не нужно обязательно какую-то ассоциацию или таможенный союз, можно заключать договора как с той стороны, так и с другой. То есть вы заключили договоры и с одной стороны, и с другой? Конечно. Это же ведь, как говорится, не 13 век, можно сказать, экономическая, везде, в общем, экономика, бизнесмены нашли бы в себе дорогу всегда. Либо на Западе, либо на Востоке. Взаимовыгодное сотрудничество никто не исключал. Вы видите Украину целой страной, то есть Донбасс в составе Украины, или вы за отсоединение ДНР, ЛНР? Я нет, я не хотела бы вступать в Россию, я бы не хотела бы. Многие у нас в Мариуполе как раз этого желают. Соединиться сначала, естественно, потому что только так можно, потому что это не Крым, это не автономная республика. По закону никак бы не получилось бы, чтобы нас присоединили бы к России. Но дело в том, что, как говорится, дело в том, что решают-то не мы, решается это уже, уже решилось, уже Путину мы не нужны. Какой-то период мы были нужны, но решилось уже давно, и, видимо, ему поставили условия. Он уже отказался от нашей части. Поэтому, как бы, даже если бы он и не отказался, я лично бы, я не хотела бы вступать в Россию. Мы достаточно бы нормально бы, жили бы в Украине и завязывали бы экономические связи и с Европой, и с Венесуэлой, и с Южной Америкой, и с кем угодно, и с Китаем, и с Россией. Я бы не хотела бы вступать ни в ассоциацию, ни в таможенный союз. И, кстати, очень многие мои близкие друзья, это тоже такое же мнение. Хотя очень многие, кстати, вот на этой почве у нас, получается, иногда ссоры у нас в Мариуполе. И, ну, как бы, многие не хотят быть в объединенной, в единой Украине. У меня последний вопрос. Как вы относитесь к новоизбранному президенту Порошенко? Вы знаете, из того, что было, это самый наилучший вариант, я думаю. Так, более-менее... Во-первых, он, получается, что он более-менее выгодный, не выгодный, но удобный, как западный, так и восточный Украинский. Более-менее адекватный, умный, IQ хороший уровень. Но я думаю, это самый лучший вариант. Я так думаю. Общельно-катый. ��ction. Общельно. Общельно-катый.